Принципиально новый. Она мне напоминает бульдога, у которого обвисли щеки. Принципиально. Она не едет. Рио чуть раньше стартануло. Всем привет! Сегодня мы не просто протестируем новый Рапид, но и сравним его с Kia Rio. Если вы хотите новый автомобиль за миллион рублей, то вам прямиком в B-класс. Рио, именно в этом кузове, самый популярный B-класс у нас в России. Рапид его подгоняет, собственно, как и Солярис. И сейчас мы видим совершенно, как говорят, принципиально новый Рапид. Правда это так или нет? Давайте прямо сейчас разбираться. Поехали! И у нас немного разные комплектации. Здесь у нас Рапид, который стоит 1 миллион 200 тысяч рублей. Это комплектация Style с двигателем 1.6 на 110 лошадиных сил и с классическим автоматом. Здесь же Рио. Комплектация попроще, но двигатель мощнее. 123 лошадиные силы, тот самый корейский 1.6 и ее стоимость порядка 900 тысяч рублей. Если поговорить отдельно про Рапид, давайте его сравним с предыдущим кузовом. Предыдущий кузов, возможно, из-за того, что он достаточно долго с 2013 года выпускался на нашем рынке, он выглядит просто привычнее и более сбалансированно. Вот здесь, когда смотришь на этот автомобиль, тут, мне кажется, выбиваются эти фары. Из-за того, что они слишком большие, в принципе, для ширины нового Рапида. Потому что, ну реально, смотришь на морду, ну очень узкая она. И к этому точно надо будет привыкнуть. Кстати, чего не сказать о задней части. Вот задняя часть мне прям даже нравится. Рапид и правда узкий. Просто эту узкую ширину спереди у них получилось обыграть, как по мне, чуть хуже, чем сзади. Вот сзади на эту машину смотришь, и правда, современная, классная городская тачка. А спереди она мне напоминает бульдога, у которого обвисли щеки. Ну это, мне кажется, дело вкуса, дело привычки. Посмотрим. Многим, я думаю, будет это нравиться. Рио в таком виде выпускается с 2016 года. Прошло уже 4 года, и ничего не меняется. Но вот в этом году мы как раз таки ждем рестайлинг Рио. И очень интересно, что они там покажут. А вот Рапид у нас обновился. Все говорят, что это принципиально новый Рапид. Но это лишь маркетинг. Техника в целом точно та же. Два двигателя 1.6 на 90 и 110 лошадиных сил. Как в нашем случае 110 лошадиных сил в паре с шестиступенчатым автоматом i-Syn. Полноценный автомат. И сюда еще возможно установить двигатель 1.4 на 125 лошадиных сил, турбо двигатель и семиступенчатую DSG. И та конфигурация реально интересная. Но вот даже тестовый автомобиль нам сейчас выдали с движком 1.6 на 110 лошадиных сил с обычным автоматом. И это на самом деле, вот для меня как молодого парня, ну неинтересная конфигурация абсолютно. Она не едет. А вот тот двигатель, реально классный 1.4 турбо, который устанавливается абсолютно на весь ВАК от Тигуана до Скирока с DSG, едет до сотни за 9,2 секунды. Вот это уже на самом деле интересно за 1.200.000 рублей, сами подумайте. В целом та же самая платформа у нас осталась, которая называется PQ25. Спереди у нас подвеска Макферсон, сзади балка. Здесь в плане подвески точно такая же ситуация, но двигателей здесь меньше. Это всем давно известная, опять же, 1.4 на 100 лошадиных сил, которые специально задушили на 7 лошадей для российских налогов. И в нашем случае 123 лошадиные силы, 1.6 с автоматом шестиступенчатым. Прекрасная конфигурация, которой никогда никаких претензий ни у кого не было. Корейцы всегда дарят, мне кажется, максимально приятное какое-то сочетание цены, технической части и наполнения. То есть к ним вот реально очень сложно придраться. И вот этому движку на 110 лошадей тяжело воевать с корейским движком на 123 лошади. Не говоря уже про 90 лошадей, которые берут чисто для такси. А русские люди у нас просто боятся турбо-движков, которые на самом деле нормальные, хорошо едут, интересно. И DSG. Вот смотрите, Rio я уже припарковал прям вплотную к бордюру. Клиренс 160 мм заявленный. В целом среднегородской бордюр она проходит без проблем даже с небольшим запасом. Сейчас поставим еще Rapid. 170 мм заявленный дорожный просвет. И в целом, конечно, разницы особо не заметны, потому что здесь торчит вот эта вот черная губа. Если бы ее не было, разницы все равно бы, мне кажется, не было заметны. Но в целом оба автомобиля припарковались к бордюру без проблем. Ну и из-за того, что в Rapid у нас максималка, миллион двести она стоит, здесь есть, ну все. Все возможные подогревы, включая лобовое, заднее сиденье, естественно, руль и переднее сиденье. Есть какие-то у нас металлические здесь вставки. Только это, естественно, не металл, это просто такой пластик с такой раскраской. Материалы все вот такие. Но я это, в принципе, показывал в обычном обзоре на Rapid, когда он только вышел. Салон тканевый, ткань приятная, к ней абсолютно никаких претензий нет. Я думаю, она даже будет очень хороша летом, потому что на ней вы не будете потеть. Климат у нас однозонный. Здесь достаточно мелкие кнопочки вот эти вот, потому что, мне кажется, можно было бы выделить чуть больше места на этот климат и сделать побольше экранчик, сделать не такие детские кнопочки, потому что на ходу в них сложно будет попадать. К экрану у Skoda, да, собственно, как и у корейцев, они, конечно, совершенно разные, эти операционные системы. Но в целом, какие претензии здесь могут быть, если они оба очень быстро работают. Есть здесь все функции, включая Bluetooth, также музыка здесь через Bluetooth проигрывается. И здесь можно управлять еще и голосом. И он здесь, кстати, немного матовый, что непривычно, потому что обычно все в Skoda, увага, максимально глянцево. И здесь он матовый и немножко бликует на солнце. Руль можно похвалить, вот реально можно, потому что он изменился в лучшую сторону. На него даже приятно смотреть, его приятно крутить, им приятно управлять. Кнопочки достаточно мелковатые, опять же, что-то они как-то здесь мельтешат, что в салоне на климате, что здесь на руле. Сделали бы побольше. Приборка, ну, очень простая. То есть она точно такая же, как и на Octavia, как и на Carroke, как и на предыдущем Rapid. То есть здесь никаких изменений нет, бортовой компьютер. Ну, в целом и претензий-то к ней никаких нет. Ну, просто хотелось бы уже больше какого-то интереса, больше эмоций, чтобы машина давала хотя бы через приборную панель за эти деньги. Все-таки они позиционируют Rapid как принципиально новый. Принципиально. Ну, вот салон Rio, так как у нас не максимальная комплектация, у нас здесь нет большого экрана, нет бесключевого доступа, к сожалению. Но единственное, что мне не нравилось в том корейском экране, который большой, это то, что у него достаточно вертикальный наклон. И им не всегда удобно было пользоваться на ходу. Но претензии не к этому экрану, хоть он не сенсорный, да, но здесь все управление у нас есть, все интуитивно абсолютно понятно. А те корейские экраны большие тоже всем давно известны, я думаю, никаких претензий тоже к ним не должно возникать. Также здесь у нас однозонный климат-контроль, также здесь есть у нас подогревы руля, передних сидений. Но у нас здесь нет обогрева лобового и задних сидений. Но оно и понятно, машина стоит дешевле, практически на 300 тысяч рублей. Приборка, возможно, повыразительнее, чем в Skoda. То есть, это чисто мое мнение, из-за этих красных шкал, и она будет лучше видна, допустим, на солнце. Потому что красные шкалы просто априори видно лучше. Также есть у нас отключение системы стабилизации, датчики давления в шинах, но в Skoda тоже, естественно, присутствует. Еще единственное отличие, это то, что у нас здесь нет в Рио датчиков дождя и света. Опять же, из-за комплектации. К сожалению, другого тестового автомобиля не было. Полный электропакет и такая же тканевая обивка сидений, только она здесь прям такая грубая. Ну, и подешевле, по ощущениям. У Рапида салон выглядит посвежее, но оно и понятно, потому что там машина 2020 года, она только вышла. И стоит она там дороже. Если мы с вами сядем в Рапид, который стоит также 900 тысяч рублей, поверьте мне, Рио вам покажется интересней. Давайте сейчас проведем тест на толщину металла, насколько он вообще прогибается. Без фанатизма, опять же. Вот так у нас происходит на двери, вот так вот на крыле и вот так на крыше. Пойдем посмотрим капот. Капот, кстати, достаточно прочный. Ну, и стоит отметить то, что когда вы закрываете двери или какие-то элементы на шкоде, нет жутко металлического звука, даже как на 50-й камре, мы все знаем. Посмотрим на Рио. Ух ты, здесь прям это, прям легко вообще. То есть мне там, там мне нужно было прилагать усилия, чтобы хоть как-то вам это показать. Здесь я вообще ничего не делаю, здесь просто у нас получается вот так. Крыло как будто здесь намного тверже, оно даже, ничего с ним не происходит. Крыша. Крыша тоже твердая. Я даже не могу найти, а, ну вот здесь вот только, и то очень-очень маленький ход. Ну, двери здесь, конечно, совсем другие, совершенно другие здесь двери, сами видите. Ну и капот. Капот в целом тоже достаточно прочный. Ну и вот давайте сразу газ в пол, кикдаун даже есть у нас. 50, 60, 70, 80. О, как ей тяжело. Вот только сейчас отметка за 100 немножко у нас перешла. Ну да, конечно, машина не для гонок, это 100%. Но вот мы едем с такой скоростью по разбитой дороге. Блин, подвеска отличная. Очень сбитая. И при этом очень хорошо управляется. То есть машина, конечно, не вот прям остро управляется, как какая-нибудь, я не знаю, Мазда Тройка. Или взять, ну просто такие более-менее драйвовые машины. Вы просто не теряетесь. Вы полностью машину контролируете на любой скорости. И это, мне кажется, вот как раз-таки заслуга всех вагов. Но когда вы хотите разогнаться на ней, очень долго она это делает. И переключения не самые быстрые, и двигатель 1.6 на 110 лошадиных сил. Это, конечно, ну для балки сзади машина себя ведет очень адекватно. Даже если появляется намек на какие-то болтания, вы ее сразу ловите. И это интуитивно просто происходит, без всяких вот таких вот подруливаний и нервов. Ну хотя вот у нас сейчас автомат под меня, видимо, немножко адаптировался. И начал более-менее нормально сразу схватывать, переключать. В автомобиле за миллион рублей в Б-классе, в бюджет-сегменте к шумоизоляции, я думаю, придираться смысла нет. Здесь нет вопросов никаких к подвеске, потому что она здесь точно жестче, чем в Рио. Но благодаря этому она лучше стоит на дороге, лучше стоит в поворотах, лучше стоит на трассе. Ну нет такого, что я сажусь из Рапида в Рио и чувствую какой-то провал во времени. Что Рапид там принципиально новый, а Рио вышло вот там 3-4 года назад. Ну чувствуется, что здесь совершенно другая настройка у руля. Он здесь куда легче вот в поворотах, более разболтанный такой. Другая шумоизоляция, это сразу заметно. То есть Рио шумнее. Это даже вот на малых скоростях, если честно, заметно. Но Рио, вот Рио надавил, и она аж тебя в сиденье вдавливает. И она после Рапида реально едет как будто. Блин, прям просто прет. Все 123 лошади прям максимально тебя вдавливают. Но шумоизоляция здесь, конечно, совершенно другая. И она здесь по сравнению с Рапидом меняется не в лучшую сторону. По энергоемкости подвески здесь, мне кажется, чуть больше искусственности. Я не знаю, как это передать именно словесно, но я думаю, если вы поездите на Рапиде и на Рио, вы поймете. Но в целом, опять же, пробои она никакие не ловит. Отрабатывает тоже отлично. То есть очень сбитая такая машинка. Но в целом из-за того, что она быстрее, я получаю от нее намного больше эмоций. Но она, блин, реально едет. И при том, опять же, мы едем по все той же раздолбанной дороге, которой, можно сказать, нет. Там асфальт просто вот такой вот горами ходит. И машину не мотает. Если так въедет Рио 1.6 с автоматом, то как же едет 1.4 Turbo Rapide? Мне прямо интересно. И что я еще заметил, когда катался на двух этих автомобилях? То, что на Рапиде куда проще поймать какой-то пробой. Рио все-таки как-то все кочки проходят более плавно и более не обращает на них внимания. Рапид все-таки более такой сбитый, но он и лучше управляется, как я говорил. Так, ну вот мы выехали на старт. Слева от меня Рио и сейчас будет заезд. На третий сигнал просто газ в пол. Рио чуть раньше стартануло. Ну и она сразу уходит. Просто сразу. Уже корпус. А нет даже 80 км в час у меня. Спорт режим активирован. Просто газ в пол. Рио вот уходит сразу же. Вот опять же, 70 км в час уже больше корпуса. А ведь Рио и правда шире Рапида. Ну незначительно, конечно, но все равно цифры это показывают. А Рапид длиннее. Высота у них примерно одинаковая. Но багажник в Рапиде больше значительно. То есть он мало того, что открывается у нас снаружи, есть кнопка. Его объем 530 литров. Это естественно у нас лифтбэк. В лучших традициях Шкода. Ничего против этого я естественно не скажу. Багажник просто огромный. Больше, чем во многих автомобилях, которые классом выше Рапида. То, что у нас лежит под полом, нельзя назвать полноразмерным запасным колесом. Но и докаткой тоже обозвать, как по мне, нельзя. Потому что это еще не докатка. Здесь у нас 15 колесо, а на машине в целом стоят 16. Ну а также под полом есть несколько ящичков. Здесь 12-ти вольтовая розетка. У Шкоды можно докупить кучу всяких допов, сеточек в багажник. То есть с этим у них всегда все было круто. Шкода Simply Clever еще бы. Также есть зонтик у нас. Зонтик под передним сидением. И скребок в лючке бензобака. Ну и вот эта спорная тема с ремешком закрытие багажника. Потому что не всегда удобно. Багажник в Kia Rio у нас снаружи не открывается. Он может открыться у нас с ключа. Ну, собственно, как и на Шкоде, это тоже есть и из салона с помощью рычажка. Сразу даже как-то непривычно после Шкоды смотреть на такой маленький проем у седана. Хотя у Rio он не самый маленький. Объем 480 литров. И это ведь тоже очень хороший показатель. Под полом у нас полноразмерное запасное колесо и все, что нужно для его замены. И вот опять же познается немецкая практичность. Практичность Шкоды в плане всяких там сеточек, полочек. Здесь этого вообще ничего нет. Здесь просто вот, ну грубо говоря, помещение. Ничего нет. Ни розеток, ни подсветок. Как-то с этим в этом плане скучновато. Сажусь сам за собой. Мой рост 185 сантиметров. Перед ногами место есть даже вот с небольшим запасом. То есть, если я сяду чуть свободнее, буду упираться. Никаких дефлекторов, ничего здесь нет. Это даже не штатный подлокотник, к сожалению. Подогревов тоже нет. Сзади у нас только стеклоподъемник и полностью просто пластиковая дверь. Над головой места предостаточно. Я думаю, втроем здесь даже можно будет усесться без труда. Но все-таки Rio практичный автомобиль. Недаром он самый популярный именно в этом кузове. Тоннеля нет, подлокотника тоже нет. В целом абсолютно обычно. Свои деньги машина точно отрабатывает. И вот теперь я оказываюсь в Шкоде. Тоже сам за собой, со своим же ростом. И посмотрите, насколько больше здесь места. Ну, машина Rapid длиннее, как я говорил. И это крутой показатель, учитывая еще то, что за нами огромный багажник. Лифтбэк еще у нас 530 литров там. И здесь у нас подлокотник есть с подстаканниками. Но в Rio в максимальной комплектации он тоже будет. И здесь у нас подогрева сидений. Подстаканник разъема Type-C. Но смотрите, какой здесь большой тоннель. И здесь третий человек, ну, вряд ли усядется там с каким-то большим комфортом. Он, конечно, сядет, но он будет, я думаю, задевать тебя потолок. Но вдвоем здесь офигенно для двоих на самом деле. Над головой примерно столько же места, как и в Rio. Сижу свободно. И вот я сейчас пересаживаюсь из машины в машину. И все-таки замечаю, что у Rapido куда приятнее вот эта обивка. Прямо сейчас остановите это видео и напишите в комментариях, что вы выберете из этих двух машин. Rapido новый или все-таки Rio? Ну, это было сугубо личное мое мнение по поводу двух этих автомобилей. Своё мнение обязательно тоже пишите в комментарии, либо мне в личные сообщения. Я всем всегда везде отвечаю. Все ссылки на соцсети будут в описании. Большое спасибо за предоставленный Rapido на съемки официальному дилеру Skoda GratAuto. И Kia центру в Самаре за Rio. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Ну и пока!